Этот фильм дополняет книгу «Очень эффективный плотник», написанную Ларри Хоном. Привет, я Ларри Хон. Это третья серия трехсерийного фильма, который дополняет написанную мной книгу о сборке каркасного дома. В первом фильме мы собирали пол. Во втором фильме мы собирали стены. В этом последнем фильме мы накроем дом крышей. Вот краткий анонс того, что вы увидите. Мы начнем с размещения балок перекрытия. Затем развернем и прибьем их. Затем определим длину стропил. Разметим стропила и нарежем одно за другим. После установки конька закрепим стропилу на нем. В конце мы обошьем крышу. И покажем, как соединить две отдельные крыши. Каждый из нас наверняка хочет иметь крышу над головой. Мы готовы начать возводить ее над этим домом. Но перед этим мы хотим показать вам, как должна выглядеть крыша. Вот здесь у нас модель простой двускатной крыши. Она состоит из стропильных ног и коньковой доски, которая проходит через всю длину здания. Здесь у нас балка перекрытия. Балки перекрытия и стропила идут с шагом 40 сантиметров. Между ними мы вставляем распорки. Давайте подробно рассмотрим стропильную ногу. На ней придется сделать несколько срезов. В верхней части есть срез под конек, который позволит стропилу примкнуть к коньковому брусу. Внизу вырезано посадочное место. Мы сделали эту выемку, чтобы стропила хорошо сцепилась с верхней обвязкой стены. Уклон этой крыши 4 к 12. Что это значит? Это значит, что на каждые 12 сантиметров линии, вдоль которой идет стропила, его надо поднять на 4 сантиметра. Все довольно просто. Как мы узнаем, какой должна быть длина стропил? Вот один из способов. Замеряем протяженность. Она считается между внешними краями стен. Здесь у нас полтора метра. Зная эту длину, можно воспользоваться специальным справочником. Открываем на странице 4 к 12. Идем к разделу стропил. Ищем полтора метра. И находим длину стропила, равную 2 метрам 15 сантиметрам. Это расстояние от центра конькового бруса через все стропила до внешнего края здания. Конечно, сюда не включен вынос крыши. Вернемся к коньку. Стропила не доходит до центра конькового бруса. Нам пришлось сократить длину всех стропил на 2,5 сантиметра. Это половина толщины конькового бруса. Теперь снова к балкам. Обратите внимание, как мы обрезали концы балок, чтобы они не вылезали за стропила. Эти балки очень важны. Они прибиваются к стропилам и в связке со стропилами создают ферму, которая помогает скрепить весь дом. Эту крайнюю балку перекрытия мы не стали прибивать к стропилу, а положили плашмя. Таким образом, мы получили поверхность для крепления отделки снизу. С этой стороны мы сделали небольшой вырез, чтобы в него могло зайти стропила. Поверх этой лежачей балки мы забили стойки фронтона. Эти стойки закрывают весь этот край здания. А вот здесь у нас находится горизонтальная стяжка. Эта стяжка скрепляет всю эту раму и предотвращает ее складывание. На этом краю здания мы вставили распорки между стропилами. Распорки такого вида идут вровень со внешним краем стены. Нам пришлось их немного обрезать, чтобы они не выпирали над стропилами и не мешали кровле. С другой стороны модели мы использовали другой тип распорок. Эти распорки ставятся под прямым углом к стропилам. Их не надо лишний раз резать, так проще. И когда вы будете зашивать стену снизу вверх, вам не придется делать прорези для стропил в отделке. Это не очень сложная крыша. Та, что мы будем делать над этим домом, тоже не сложная. Мы начнем строить ее с разметки и крепления балок перекрытия. Разметка. Надо быть очень осторожным при передвижении по стенам. У меня крепкая обувь, а движения спокойны и размерены. В разметке балок перекрытия нет ничего сложного. Длинная рулетка цепляется к одному концу стены, затем наносятся отметки с нужным шагом. У нас это 40 сантиметров. При этом надо указать, с какой стороны отметки должна располагаться балка. Наши балки 50 на 150 не могут протянуться на всю ширину здания, поэтому они соединяются внахлёст поверх внутренних стен. А где нет внутренних стен, Джон обивает бруски 100 на 150, которые будут удерживать некоторые балки. Я отмечаю места для балок с другой стороны здания, с шагом 40 сантиметров. Но в этот раз балки лягут с другой стороны отметки. Я обозначаю это с помощью мелка. Также я наношу разметку внутри здания, поверх перегородок и дополнительных брусков. В этом здании балки верхнего перекрытия не покрывают всю длину здания. Они прерываются в этом месте, потому что здесь будет второй свет, высокие потолки над гостиной. Разметка балок перекрытия окончена. Наверху не всё очевидно, поэтому я сделал модель, чтобы показать, что к чему. Мы используем доску 50 на 150, и она лежит в целом так же, как лежали балки нижнего перекрытия. Здесь доски 50 на 150 представляют внешние стены. Балки перекрытий идут от этих стен, лежат на внутренних перегородках и перекрываются вот здесь. Разметка нанесена с обеих сторон здания, на внешних стенах, с шагом 40 сантиметров. На этой стене они будут стоять с одной стороны. На этой стене они будут стоять с другой стороны. Над внутренней перегородкой балки будут с обеих сторон линии. Они сойдутся посередине, и это будет выглядеть вот так. Балки перекрытий. Мы с Джо однажды подумали и решили, что нам не нравится таскать туда-сюда доски. Но если вы плотник, вам придется таскать древесину, сухую или сырую. Сейчас мы должны примерно разместить балки перекрытий. Длина этого здания около 10 метров. С задней стороны мы пустим балки длиной 5,5 метров, с передней стороны пустим 5-метровые. А здесь, над кухней, будет всего один пролет, потому что вместо потолка гостиной будет второй свет. Сейчас мы начинаем приколачивать балки перекрытий. Первая балка ложится плашмя, чтобы крепить к ней отделку. Мы следим за изгибом доски. Закрепляем доски изгибом вверх и отодвигаем на 5 сантиметров от края, потому что там будут стропильные распорки. И забиваем все по разметке. Сейчас я отмеряю и нарезаю распорки, которые помогут закрепить балки перекрытий в местах соединения с брусками. Джо относит эти распорки на середину здания. Вот как они работают. Сначала забивается балка, затем распорка, тремя 10-сантиметровыми гвоздями. Можно было использовать специальный крепеж. Подробнее все это описано в моей книге. Затем прибивается еще одна балка, плотно подогнанная к распорке, такими же гвоздями. Распорки помогают балкам держаться ровно и поддерживают нужный нам шаг 40 сантиметров. Когда балка идет параллельно внутренней перегородке и над ней, я приколачиваю балку плашмя, оставляя по паре сантиметров с каждой стороны стены для крепления внутренней отделки. Тем временем в центре здания Джо приколачивает балки перекрытий 10-сантиметровыми гвоздями под углом. Затем он возвращается, приколачивая балки с другой стороны. Он соединяет балки между собой двумя 10-сантиметровыми гвоздями. Таковы правила. Вот еще один способ создания основы для отделки. Это 15-сантиметровая стена. Мы набиваем пару 10-сантиметровых досок, создавая выступ с каждой стороны. Часто приходится разрывать балки перекрытия, чтобы создать проход для лестницы или лазный чердак. В этом доме лазный чердак находится в плотяном шкафу. Мы набиваем поддерживающие ригели, опирая их на обе стены. Если бы проем был больше, мы бы удвоили ригели и смежные с ними балки. К слову, о больших проемах. Вот один очень большой. Он находится над кухней, и мы собираем специальный световой колодец, в котором будет находиться большой светильник. Я сколачиваю брусья, состоящие из двух досок 50 на 150, которые будут держаться висячим крепежом. Они держатся за сдвоенные балки перекрытий, которые Джо установил заранее. Затем мы заполняем боковые части проема короткими балками. Слева я креплю балки с помощью распорок, которые крепятся к брусу 100 на 300. Справа Джо кладет внешние концы балок на верхнюю обвязку внешней стены. В конце мы набиваем сверху доски, к которым будет крепиться светильник. У нас с Джо богатый опыт ходьбы по балкам. Но для большей безопасности мы сооружаем на стил. Это дюймовка. Осталась после нарезки укосов. Когда она положена посреди перекрытия, мы наносим на нее разметку для контроля прямоты балок. Затем прибиваем ее 7-сантиметровыми гвоздями. Везде, где балка лежит на внутренней стене, мы забиваем под углом с обеих сторон. Это здорово усиливает конструкцию. А еще этого требует правила. Теперь мы на полу гаража. Нарезаем стропильные стяжки из доски 50 на 200. Я размечаю один конец по шаблону, о котором расскажу позже. Продлеваю линию и обрезаю, чтобы они не торчали над стропилами. Теперь осталось установить их на верхнюю обвязку. По большинству региональных правил, стяжка нужна каждый метр 20 сантиметров. Надо быть очень осторожным, передвигаясь по 10-сантиметровой стене. Следить за каждым шагом. Над этим гаражом не будет перекрытия, поэтому стяжки здесь обязательно. Они скрепляют внешние стены между собой. Хорошо, что они не продают эти доски на развес, Джо. Очень хорошо. Используя стену здания в качестве ориентира, я отмеряю и обрезаю стяжки. Затем подрезаю углы, как с другой стороны. И забиваю 10-сантиметровыми гвоздями под углом, с каждой стороны. И, кстати, как с любыми балками, мы устанавливаем стяжки изгибом наверх. Этот кусок широкой доски позволяет нам набить доску 50 на 100 поперек стяжки. Эта доска помогает удержать шаг и укрепляет конструкцию. Перекрытие веранды В этом доме есть веранда. Чтобы положить над ней балки перекрытия, мы с Джо сначала устанавливаем опорные столбы, затем опираем на них ригели. Со стороны дома они поддерживаются накатенными. Со внешней стороны они стыкуются под углом 45 градусов и прибиваются к столбам. Под длинным брусом ставятся промежуточные опоры. Длинная фронтонная стена напичкана дверьми и окнами. Мы не смогли врезать в нее укосы. Поэтому мы укрепляем ее листами ОСП, прежде чем крепить к ней перекрытие веранды. Нам кажется проще зашивать стены после поднятия. Для перекрытия веранды мы используем доску 50 на 100. Она крепится к поперечной балке того же сечения, которое выравнивается строго по линии. Линия проводится по верхнему краю стен. Мы прибиваем поперечную балку 10-сантиметровыми гвоздями к каждой стойке. Размер этой веранды не очень большой. Поэтому доски 50 на 100 хватит. Мы заранее обрезали доски до нужной длины. И снова, как видите, мы используем распорки для закрепления балок. Веранда немного изгибается, поэтому часть балок короче остальных. Разметка и обрезка стропил. Пора готовить стропила для этой крыши. Мы делаем все это в гараже. Первым делом надо измерить ширину крыши. Затем я ищу длину стропил в справочнике. Стропила идут с шагом 40 сантиметров, так что для гаража нам нужны 33 штуки. Ставим их на козлу. Теперь надо убедиться, что все доски смотрят изгибом вверх. Вот одна смотрит вниз, мы ее перевернем. Посмотрим еще раз. Теперь вроде порядок. А вот еще одна, Джо. После этого мы выравниваем концы с одной стороны, прислонив их к доске, и подтягиваем стропила к себе гвоздодером. Мы собрали и выровняли все стропила. Можно их нарезать. Здесь будет конек и посадочное место. Для этого мы сделали специальный шаблон. Давайте я покажу, как это делается. Можно использовать специальный угольник. Уклон этой крыши 4 к 12. С одной стороны ставим 4, с другой 12. Срез под конек будет вот здесь. Или можно использовать такой угольник. У него есть точка вращения и разметка под стандартные стропила. Крутите его пока четверка, от 4 к 12, не встанет над краем доски. Теперь можно обрезать доску вот здесь. Теперь сместимся сантиметров на 30 и вырежем посадочное место. Ставим на 4 к 12, как и прежде, и отмечаем. Теперь отмерим 12 сантиметров высоту над стеной. Берем угольник и рисуем перпендикуляр. Прямой угол. Эта часть будет упираться в стену. Эту часть мы обрежем, вот как здесь. Будет посадочное место. Зацепив рулетку за верхний край стропил, я отмечаю их длину, полученную из справочника, с обоих краев. На линии отметки будем вырезать посадочные места. На верхнем конце стропил с помощью шаблона рисуем место обрезки. Затем обрезаем всю стопку. Это не занимает много времени. С помощью того же шаблона я размечаю посадочные места. Я ровняю отметку на шаблоне с отметкой на доске и отмечаю форму выреза. Кладу доску на бок, делаю пару пропилов. И стропила готова. Хвосты обрезаются после сборки крыши. Мы разметили и нарезали стропила подручными средствами, шаблоном и пилой. Но есть и другие способы. Промышленная обрезка. Плотникам сейчас доступно множество инструментов, пригодных для нарезки стропил. Многие из этих инструментов гораздо эффективнее того, чем мы привыкли пользоваться. Вместо того, чтобы резать одно стропило за раз, мы можем собрать их все в стопку и обрезать все вместе. Я взял несколько стропил для примера, чтобы показать, как работают эти инструменты. Первый инструмент – это смесь циркулярной и цепной пилы. Ставим на 18,5 градусов и можно обрезать верхний край в один заход. Это хороший инструмент, но требует осторожности. Его нельзя держать одной рукой. Вот циркулярная пила со специальной насадкой. Она сделана специально для вырезания посадочных мест в стропилах. Больше ни для чего не пригодно. Новые модели этой насадки лучше защищены. Вот еще один способ вырезания посадочного места в стопке стропил. Циркулярной пилой на 18,5 градусов я делаю малый пропил. Затем с другой стороны с помощью пилы с широким башмаком я делаю большой пропил. Вот еще один способ сборки стропил в стопку. Несколько обрезков держат вертикальную доску 50 на 300. Эта стопка пойдет на основную часть дома. В этой стопке все доски должны смотреть изгибом вниз, потому что посадочные места мы режем сверху. Вот я выравниваю концы с одной стороны. Но они не должны быть идеальными при таком способе обрезки. Мы все равно прочертим линию и обрежем по ней. Итак, давай найдем длину наших стропил. 10 метров 20 сантиметров, это ширина. А в колонке со стропилами у нас 5,4 метра. Затем 1,5 сантиметра, 0,5 сантиметра. 5,33 сантиметра, снимем 2 сантиметра, получим 5,31 метра. Это расстояние до края стены, где будет посадочное место. Но сперва надо сделать вырез под конек. Пилу ставим на 18,5 градусов для около 4 к 12 и обрезаем всю стопку. Мы вырежем посадочное место пилой с тройной насадкой, как было показано минуту назад. Все эти специальные штуки использовать не обязательно, но они значительно ускоряют работу. Мы с Джо расставляем стропилы вокруг здания, коньковым срезом наверх. Помните модель крыши? Между стропилами были распорки. Их я сейчас и нарезаю. Торцовочная пила очень ускоряет этот процесс. Теперь я делаю углубления каждые 80 сантиметров в крайних стропилах. Они будут находиться над фронтонами. В эти проемы войдут консольные балки 50 на 100. На них будут висеть лобовые доски. Подробности будут позже. Проемы вырезать несложно. Сначала обрезаются края. Затем делается погружной пропил. Скрепление стропил и конька. Прежде чем подняться наверх, Джо крепит прямую доску 50 на 100 со стороны фронтона. Она прибивается торцом к стене, примерно посередине здания. Мы используем ее для выравнивания каркаса крыши. Дальше нужно закрепить несколько длинных прямых коньковых досок сечением 50 на 200. Обратите внимание, что мы ходим по фанерному настилу. Теперь затаскиваем стропилы. Чтобы не накрыть конек, мы не затаскиваем их полностью. Очень важно следить за движениями. Обязательно нужна прочная обувь. Теперь можно собирать крышу. Это фронтонная стропила с прорезями для консольных балок. Джо прибивает один конец вровень с краем. Затем я поднимаю второе такое же стропило. И Джо прибивает его. Теперь мы идем к концу первой части конька и устанавливаем еще одну пару стропил. Джо прибивает наружный конец к балке перекрытия. Тоже и с другой стороны. Затем мы вставляем конек между стропилами. Поднимаем коньковый брус. Как видите, стропила только наполовину держится за конек. Это оставляет место для крепления второй части конька. Мы хотим убедиться, что конек параллелен к земле, прежде чем крепить остальные стропила. Здесь у нас 158 сантиметров. Мы можем убедиться в прямоте конька, замерив рулеткой расстояние от балки перекрытия до конька. Здесь у нас 159 с половиной сантиметров. Значит, этот конец на полтора сантиметра выше. Надо его немного опустить. Мы идем к нижнему краю конька. Отмечаем его высоту на куске доски. Прямо под коньком. И обрезаем. Временно закрепим его гвоздем. Теперь пойдем в ту сторону и опустим тот конец. Вот еще одна доска такой же длины, что и предыдущая. Вот он, зазор в полтора сантиметра. Когда опустим конек, он будет лежать ровно. Отпускай, Джо. Чтобы выровнять конек, достаточно совсем немного его сместить. Затем можно крепить это стропило. Как видите, у него нет хвоста. Это потому, что в этом месте крыша дома соединяется с гаражом. Мы называем такие стропилы мулами. Затем я прибиваю опоры конька. Они не дают коньку проседать, поэтому я ставлю по одной примерно каждые 3 метра. Теперь мы хотим выпрямить угол между коньком и стеной. Для этого мы добавляем постоянный укос. Чтобы угол получился прямым, нам надо всего лишь подтолкнуть стропило, чтобы оно коснулось этой длинной вертикальной доски. Вот так. Отлично, Джо, забивай. Обратите внимание, мы забили укос так, чтобы он не закрывал разметку стропил. Вот так, хорошо. Для большей эффективности мы сначала фиксируем весь конек, затем возвращаемся и крепим все остальные стропилы. Итак, конек закреплен, солнце вышло, и мы продолжаем закреплять стропила. Джо поднимает каждую доску, чтобы мне проще было прибить ее к коньку. Выравнивая верхние края стропил и конька, я забиваю два 10-сантиметровых гвоздя. Примерно каждые 3 метра Джо прибивает внешний конец стропилы к верхней обвязке стены, чтобы конек не завалился. Позже мы добавим распорки и закрепим оставшиеся части. При креплении стропил второго ската не обязательно забивать гвозди под углом. Можно забивать гвозди сквозь конек прямо с стропила. Теперь мы прибиваем стропила к верхней обвязке стен. Вот как это делается. Сначала устанавливается распорка со снятой фаской. Прибиваем двумя 10-сантиметровыми гвоздями. Затем под углом к обвязке. Затем 3 гвоздя вместе соединения балок. Затем 2 гвоздя для крепления задней части распорки. Посмотрим еще раз. Устанавливаем распорку. Пододвигаем стропила. Прибиваем под углом к обвязке. Прибиваем к распорке. Соединяем балки между собой. Затем закрепляем заднюю часть распорки. Таковы правила. Все это повторяется вдоль всей стены. Стропила над гаражом. Со стропилами для гаража все примерно так же. Я собираю временный настил поверх стропильных стяжек, чтобы можно было безопасно передвигаться. Затем принимаю стропила. Здесь стропила идут с шагом 40 сантиметров. Но часто в проектах используется шаг 60 сантиметров. Теперь, как для любой другой крыши, мы вставляем конек между двумя парами стропил. Измеряем уровень. При необходимости корректируем. Крепим промежуточные стропила. Затем все остальные. И в конце крепим распорки к верхней обвязке стен. Нарезка и установка фронтонных стоек. Теперь мы готовы закрыть фронтон дома стойками. Сначала мы отмеряем 17,5 сантиметров отсюда, от центра конька, и ставим отметку. Это создаст проем шириной 35 сантиметров между этими двумя стойками. Здесь установят вентиляцию. Теперь замеряем длину первой стойки. Это где-то 110 сантиметров. Это все, что нам нужно знать. Теперь мы готовы нарезать остальные стойки, и это подходящий момент для использования скопившихся обрезков. Уклон крыши составляет 4 к 12. Примерно так. Каждая фронтонная стойка при таком уклоне будет на 13,5 сантиметров короче предыдущей. Это называется общей разницей. Давайте я объясню, что это значит. Фронтонные стойки нарезают парами. Первая пара имеет длину 110 сантиметров. Следующая пара должна быть короче на 13,5 сантиметров. Я ставлю эту отметку. Как я нашел эту общую разницу? Об этом подробно написано в книге. Теперь ставим пилу на 18,5 градусов. Этот угол соответствует уклону 4 к 12. Стойки расставляются с шагом 40 сантиметров. Когда крепите их к верхнему концу стропил, старайтесь не выталкивать их наверх. Каждый фронтон должен быть закрыт такими стойками. Я только что закончил северный край здания. Консольные балки. Посмотрим еще раз на модель. Я хочу показать некоторые детали. Помните, мы вырезали проемы в крайних стропилах? Вот зачем они были нужны. Мы вставили в них доску 50 на 100. Она называется консольный. Идет от первого внутреннего стропила через этот проем и смотрит наружу, создавая вынос. Затем доски обрезают до нужной длины и крепят лобовую доску, прямо к консольным балкам. Лобовая доска с этой стороны крепится к этой консольной балке. Вот так. Я осмотрел крайнее стропило, убедился, что оно прямое. И теперь забиваю по два 10-сантиметровых гвоздя сквозь балки в стропило. Затем по два гвоздя в торец балки, сквозь внутреннее стропило. Опорные стены. Перед обшивкой крыши осталось сделать еще пару дел. Эти стропила 50 на 150, они слишком длинные. Они недостаточно прочные, чтобы выдержать весь крыши. Что мы будем делать? Мы опустимся вниз и установим балку. Эта балка называется обрешетиной. Она прибивается гвоздями прямо к нижней стороне стропил. Затем мы упрем ее в эту стену под нами. Сначала я забиваю гвозди под углом через стропило в верхнюю часть балки. Я знаю, где забивать, потому что мы разметили эту балку. Это поможет держать стропило ровными. Одной доски нам здесь не хватило. Мы добавили еще одну с нахлестом не менее трех стропил и сколотили их вместе. Со стороны фронтона Джо прибивает балку к стойке и подпирает снизу куском 5-сантиметровой доски. Затем мы подпираем ее запиленной стойкой каждые 2,5 метра. Это расстояние зависит от предполагаемой нагрузки на крышу. Подробности ищите в региональных сводах правил. Затем Джо прибивает нижний конец стойки к несущей стене. То же самое делаем и с остальными стойками. Поддержка второго света. Пришло время попросить немного помощи. Это клееный брус, который будет поддерживать потолок над гостиной. Это высокотехнологичный материал. Он состоит из досок 50 на 150, склеенных под давлением. Мы вставляем один конец в специальный карман на 150-й брус. Второй конец поддерживается длинным брусом 100 на 150, который упирается в фундаментный блок. Как видите, верхний край клееного бруса находится прямо под основным коньком крыши. Концы строки будут лежать сверху этого бруса. С другой стороны, Джо прибивает с боков бруса пару дусок 50 на 150, чтобы зафиксировать брус на месте. Позже он сделает это и со второго конца. Теперь мы крепим стропило над кухней. Как видите, стропило не обрезанное для соединения с коньком. Но в нижней части вырезано посадочное место, и оно крепится, как у любого другого стропила. Верхние части не обрезаны потому, что они должны накладываться на противоположные стропила. Обрежут их позже. Теперь мы нарезаем стропила для основной части гостиной. Они делаются из доски 50 на 200, потому что нужен длинный пролет без поддержки посередине. Вот я обрезаю хвосты до сечения 50 на 150, чтобы снаружи они выглядели, как обычные стропила. Одно за другим я подаю стропило Джо. Мы вырезали 5-сантиметровое посадочное место, чтобы 15-20-сантиметровые стропила сошлись. На стыке со стеной они крепятся распорками, как обычные стропила. Все стропила были зафиксированы только внизу. Теперь я могу пройти наверх и обрезать верхушки, не натыкаясь на гвозди. Здесь не нужно резать идеально ровно. Нужно лишь, чтобы стропила не вылезали над уровнем обшивки. Над клееным брусом Джо скрепляет все обычными распорками. Два 10-сантиметровых гвоздя скрепляют стропила между собой, гвозди под углом крепят их к распоркам и брусу. Шатровая крыша. Шатровая крыша. Шатровая крыша. Сейчас мы устанавливаем эффективную стену для второго света гостиной. Она выполняет роль опорной стены для узких 15-сантиметровых стропил и позволяет закрепить внутреннюю отделку. Лобовые доски и карнизы. Наконец мы закончили со всей тяжелой работой на крыше. Теперь мы готовы закрепить лобовые доски. А на этот конец стропил мы закрепим карниз. Это часть отделки. Люди будут постоянно смотреть на эти доски. Поэтому мы хотим сделать их очень аккуратно. Поэтому мы откладывали до последнего обрезку концов стропил. Когда мы обрежем концы и закрепим карниз, все будет идеально ровным. В этом проекте предполагается 35-сантиметровый вынос. Я нанес отметку на 30 сантиметров, потому что карниз будет толщиной 5 сантиметров. Когда край отмечен, я использую стропильный шаблон, который уже имеет уклон 4 к 12. Я размечаю все стропилы. Когда они размечены, я иду обратно и все обрезаю. Обратите внимание, я обрезал лобовую доску под 45 градусов. Так соединение с карнизом будет смотреться лучше. Скрепляем все оцинкованными финишными гвоздями. Вот здесь видно, что карнизная доска смещена примерно на 1,5 сантиметра ниже уровня стропила. Таким образом, карниз учитывает уклон крыши. Когда мы будем ее зашивать, край карниза будет как раз на нужном уровне. После нанесения линии и обрезки консольных балок, мы с Джо крепим лобовые доски. Эта доска сечением 50 на 200, такая же, как карниз. Прежде чем свешиваться с крыши, убедитесь, что вы хорошо держитесь. Прибиваем 10-сантиметровыми оцинкованными гвоздями. Два в конек и по два в каждую консольную балку. Концы оставляем, обрежем их позже. Теперь карниз. Карниз скрывает концы стропил и передает дому законченный вид. Здесь угол срезан под 45 градусов. И снова мы используем 10-сантиметровые оцинкованные гвозди. Карниз крепится двумя гвоздями к каждому стропилу. Заметно, что мы сдвигаем его на 1,5 сантиметра, как было показано на модели. На длинных пролетах фрагменты карниза стыкуются под углом 45 градусов, вместе стыка со стропилами. Даже когда доска подсохнет, соединение все равно будет выглядеть хорошо. Скоро мы начнем зашивать эту крышу. И все эти дожди, которые у нас идут, останутся снаружи, а не внутри. Сейчас мы над гаражом, и все эти отверстия в крыше открыты. Вместо того, чтобы зашивать листовым материалом с самого края, мы предпочитаем зашить эту часть вагонкой. Здесь нужно три ряда. Теперь, когда люди будут смотреть на крышу снизу, они увидят приятно выглядящую доску. Когда вагонка закреплена, можно зашивать оставшуюся часть здания выбранным материалом. Можно зашить выносы фанерой, но длинная вагонка выглядит гораздо лучше. Если нужно стыковать доски, это лучше делать над стропилами. Со стороны фронтонов мы выпускаем вагонку в другом направлении, поверх консольных балок, и обрезаем на месте. Обшивка. Наконец, можно зашить крышу. Для начала мы наносим контрольную линию на расстояние ширины листового материала. Это 12-мм листы ОСП, ориентированные из стружечной плиты, высокотехнологичный материал, часто используют обычную фанеру. Мы прибиваем их 7-сантиметровыми гвоздями. В конце здания часто нужно обрезать лист. Положите лист поверх соседнего, нанесите линию и обрежьте, установив нужную глубину пропила. На главной крыше мы тоже наносим контрольную линию. Мы выравниваем все листы по этой линии, размещая стыки поверх стропил. Если шов немного съехал, можно чуть-чуть отогнуть стропила и прибить его. По мере зашивания крыши мы чередуем швы для прочности. Каждый второй ряд начинаем с половины листа. Соединение нескольких крыш. Мы достаточно зашили эту крышу, теперь мы можем соединить ее части между собой. Это довольно простой процесс. Сначала надо удлинить конек, чтобы гаражная крыша доставала до основной. Когда конек достал, надо нанести отметку. Затем надо обрезать под нужным углом. Все просто. Отметим его вот так, получим нужный угол. Когда этот конек отрезан, он будет выглядеть так. Затем мы сделаем скаты, по одному с каждой стороны. Сначала мы закрепляем наш конек, с обоих концов. Затем отмечаем линии внутренний угол. Мы используем обрезки дюймовки для укрепления стыка. С одного конца обрезаем на глаз, сдвигаем и обрезаем угол с другого конца. Теперь прибиваем доску. Как видите, мы отодвинули ее от линии примерно на 2 см. Таким образом, листовой материал в этой части крыши хорошо ляжет на основную ее часть. Чтобы дополнительные стропила хорошо держались, мы добавим еще одну дюймовку. Вот шаблон стропила для этой части крыши. Здесь угол крыши, а здесь прямой угол. Стропила встает вот так. Измеряем длину первого стропила. 137 сантиметров. Наносим отметку. Отмечаем нужный угол по шаблону. Конек стыкуется под прямым углом. Это обрезаем. Теперь ставим пилу на 18,5 градусов. Это уклон нашей крыши. Одно за другим мы отмеряем, обрезаем и забиваем стропила. Пара 10-сантиметровых гвоздей сквозь конек, прямо в стропила. И еще пара таких же под углом в дюймовку. Это один из самых простых способов соединения двух крыш. Теперь мы готовы нарезать листовой материал для скатов. Один из способов состоит в том, чтобы сдвинуть лист, пока нижний край не упрется в крышу. Затем наверху мы отмеряем расстояние от края листа до крыши. Здесь 111 сантиметров. Мы переносим этот размер на нижний край листа. 111 сантиметров. Теперь проведем прямую линию. Когда мы обрежем лист, он идеально закроет этот скат. А этот обрезок мы используем как шаблон, чтобы разметить остальные листы. Теперь осталось лишь разметить и обрезать остальные фрагменты крыши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это прекрасное чувство, когда крыша закончена. Основная часть каркаса готова. Скоро на нем будет наружная отделка. Мы с Джо плотники с большим стажем. Но было время, когда мы тоже ничего не умели. Весь этот проект, сборка целого дома, он довольно сложный. Но правда в том, что даже сложные проекты состоят из простых шагов. И если мы этому научились, то и вы сможете научиться. Если после просмотра фильма у вас остались вопросы, ответы на них вы найдете на сайте forumhouse.ru Переведено в студии ymonkey.net Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова